Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам священного Писания. Сегодня, отталкиваясь от Евангелия от Марка 1,35, мы зададимся вопросом, почему Христос вставал на молитву весьма рано? Прочитаем этот текст целиком. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился». Мы знаем, что Христос в своей жизнедеятельности придерживался не только ветхозаветных писаний, но он иногда придерживался ветхозаветных преданий. Например, мы видим его иногда в Иерусалиме на праздник, который установлен не пятикнижием, а решением людей как часть священного предания. Предание по-еврейски Масора и Христос, там говорится, он пришел, чтобы праздновать. Так вот, было устойчивое предание. Оно сохраняется в практике западного христианского монашества и восточного христианского монашества, что самое благоприятное время для молитвы. Это предрассветная молитва рано утром. И мы знаем, что в русской монашеской традиции есть братские молебны, которые начинаются перед рассветом. И эти традиции существуют на монашеском западе, от Ирландии, я не знаю, там до Галии, на христианском востоке, отцы Синаиты, Египет и другие места. С чем это связано? В книге «Плач Иеремии» – это небольшая книга. Содержится ценнейшая информация о том, что важно молиться рано утром, что и делает Христос. И мы читаем «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стих. Здесь мы находим следующие слова. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Оказывается, каждое утро, когда мы включаемся в братскую молитву, в то же время, как и в русских обителях совершаются братские молебны, мир творится как бы заново. И может быть, что-то, что было уже приготовлено к уничтожению, сохранится этой молитвой. Особенно Твоя, брат, Твоя, сестра, молитва за больного человека в предрассветное время, а она принесет значительно больше. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Вот почему мы не исчезли. «Оно обновляется каждое утро, ни ночью, ни днем, каждое утро. Велика верность Твоя». А это о чем? Бог верен своему народу. Бог верен своим обетованиям. И когда Господь наш перед Вознесением на небо сказал «Сея с вами во все дни до скончания века, Он верный этому обетованию и этому слову не покидает нас». Даже сейчас, когда вы сидите перед мониторами, перед компьютерами, и мы имеем рассуждение над словами Господа, «Он тоже среди нас, ибо обетование Его верно». А Он сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди. Многие пожилые люди рассказывают мне, но это я уже начинаю испытывать на себе. Где-то, когда мне было 45 лет, исполнилось где-то 45 лет, я стал это ощущать на себе. Как будто под утро тебя кто-то будет. Совершенно неожиданно, именно в период близкий к рассвету, как будто кто-то тебя будет. Конечно же, это ангел Божий, который будет на молитву. Что ты лежишь здесь? Что ты лежишь здесь? Вставай! Вставай! Ибо мы не исчезли по милости Господа, ибо милосердие Его не источнилось. Оно обновляется каждое утро. Пусть эти слова из Священного Писания, они вдохновят нас. Каждое утро стремиться к молитве, чтобы встречать новый день, так как это было принято у древних христиан, воздевая руки со словами, слава Тебе, показавшему нам свет, дабы во свете Его мы узалили бы свет собственной жизни и свет будущих неизреченных благ. Поэтому не будем удивляться, что Господь вставал на молитву весьма-весьма рано, в своем истинном человечестве Он являл нам пример. Как апостол Петр пишет, Он оставил нам пример, дабы мы шли по стезям Его. Берегите себя, друзья, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию необходимую. Не бегайте по каким-то сомнительным, раскольничьим сайтам, даже не заглядывайте к ним. Это то, что может нанести вред душе и миру. А там, где проповедуется Христос, любовь Божия, где после изучения какого-то материала ты чувствуешь радость и тепло в твоем сердце, а не раздражение и гнев. Как сказано, по плодам их, узнаете их. С Богом!